В парке Победы и Шкралы идет ремонт скейт-площадки. Спортивный объект востребован среди любителей экстремальных видов спорта. Поэтому неудивительно, что оборудование часто нуждается в реконструкции. В парке при Дворце культуры имени Ленина всегда много людей. Причем это не только жители ближайших домов, но и соседи из других районов города. Здесь находится единственный скейт-парк, поэтому это одно из любимых мест самокатчиков и велосипедистов. Главная тренировочная площадка для экстремального спорта на колесах в Яшкарале открылась летом 2015 года. Из-за активной ее эксплуатации и капризов погоды нередко ремонтировалась. Но вот так капитально впервые за 8 лет. Гарантийные обязательства по спортивной площадке с 2015 года были по 2020 год. После 2020 года, благодаря усилиям руководства ДК Ленина, администрации города, уже проводились некоторые работы. Это замена листов и конструктива. Это был в 2021 году. В 2022 году выделялись небольшие денежные средства на обновление. Сейчас выделены денежные средства в миллион рублей на капитальный ремонт скейт-площадки. Будут заменены листы, будет заменен конструктив, будут новые технологические изменения для ее улучшения, чтобы вибро-шумоизоляция была лучше. Косметическим ремонтом уже было не обойтись. Время и постоянные динамические нагрузки сделали свое дело. Хоть весь материал и современный – металлические балки, листы, на них еще дополнительно будут прикреплены шумоизоляционные ленты. В целом срок службы покрытия, отмечают специалисты, два сезона. Листы, которые мы покрывали, сейчас будем почти все менять. Это 70 листов где-то вот таких. Это каждый лист 300-350 грубо стоит. Значит, они имеют специальное покрытие. Вот насечка. Вот если обратите внимание, посмотрите, насечка. Это специально, чтобы она не скользила. Это так называемая фирская фанера, но его уже в России, Питер, по-моему, нижний делает. Мы чаще оттуда везем. Вот они имеют толщину. Вот где изгибы, вот эти вот, вот там 12, потому что 15 толщину, уже его не согнуть. Даже сейчас во время ремонта скейт-площадка в Парке Победы не пустует. И пока мастера приводят в порядок самую большую территорию с рампами, юные поклонники экстремального спорта лихо штурмуют прямую разгонку. Возобновить работу спортивной площадки после окончания капитального ремонта планируется ко Дню России, 12 июня.